Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, и мы продолжаем наши еженедельные выпуски Камчатка день за днём. Впрочем, почему еженедельные? Да, действительно, одно время я немножко отстал, выбился из графика, поэтому мне приходилось делать выпуски, которые включали в себя события и трёхнедельных периодов, и двухнедельных периодов. Теперь я решил делать четыре выпуска в месяц, поэтому где-то каждый выпуск будет посвящён событиям недели, где-то восьми дней. Сегодня мы узнаем, что происходило на нашем полуострове в различные годы века минувшего, в эти самые дни, с 9 по 16 октября. Материалы, которые использованы в выпусках, взяты из различного рода старых документов и не менее старых газетных публикаций в основном советского периода. И, боже, вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких же не читайте. Итак, мы приступаем. Девятый день. Октября 1948 года. Главная газета полуострова «Камчатская правда» сообщает, что заканчивается установка ветряного двигателя в подсобном хозяйстве рыбного порта. Это позволит обеспечить жилые и производственные здания достаточным количеством электроэнергии. Видите, когда на Камчатке ставили ветряки? Да, это правда, это правда. Десятый день октября 1978 года. Газета «Камчатский комсомолец» публикует интервью с председателем правления Камчатского отделения Союза художников РСФСР Валерием Ефимовым. Это интервью в основном посвящено областной выставке произведений камчатских художников, посвященной 60-летию ВЛКСМ. Все они были продажными, все они были коммунистами, комсомольцами. Валерий Ефимов рассказывает о том, какие художники принимали участие в выставке, перечисляет их. Это Феликс Тебеев, Виктор Тришкин, Анатолий Винокуров, Геннадий Морозов, Анатолий Лапин, Ангелина Калмакова, Александр Турчевский. Кстати, полный вариант интервью, как и все материалы, использованные в нынешнем выпуске «Камчатка. День за днем», вы можете увидеть на моем канале сервиса «Яндекс.Зен» по ссылке в описании под роликом. Канал так и называется «Камчатка с Александром Петровым». А мы продолжаем нашу прогулку по событиям лет минувших. 11-й день октября 1917 года. Газета «Камчатский листок» сообщает, что на днях состоится продажа с аукционного торга, конфискованной командором Берингом, моторной японской шхуны. Также газета «Камчатский листок» публикует объявления. Составляю прошения, заявления и жалобы по судебным, бракоразводным и административным делам. Выхлопатываю паспорты, свидетельства как-то, метрические, с воинской повинности и другие. Даю советы бедным бесплатно. Адрес в редакции. Кстати, обратите внимание на экран. Бесплатно пишется через «З». Правильно пишется. Потому что в нормальное мирное время приставки «бес» в русском языке не было для того, чтобы не славить «беса». А в 18-м году большевистский режим испоганил эту приставку, потому что все, кто занимался орфографическую реформу, происходили из местечковых картавых афеистов, ненавидящих русский язык и русскую культуру. Это дегенератизм. Продолжаем наше изыскание в части Камчатского краеведения. 12-й день октября 1985 года главная газета полуострова «Камчатская правда» сообщает «Институт природных ресурсов Камчатки». Так называется новое научное академическое учреждение, которое будет создано в Петропавловске в 12-й пятилетке. 3 октября, пишет газета, президиум Дальневосточного научного центра Академии наук СССР принял по этому поводу соответствующее постановление. Новый институт будет формироваться на базе существующего в нашем областном центре Камчатского отдела Института биологии моря, а также Камчатских лабораторий биотехнологии и молекулярной генетики Тихоокеанского института биоорганической химии, сектора Института экономических исследований ДВНЦ и подразделений Северо-Восточного, комплексов научного исследовательского института ДВНЦ и Тихоокеанского института биографии. Был ли создан этот институт? Об этом неприлично спрашивать. Вот. Началась перестройка, и вместо него начали создавать комсомольско-молодежные воровские кооперативы и прочие структуры для разворовывания казенного добра. Рад я, что дожил до этого времени. А мы сделаем маленькую паузу для того, чтобы вы немного отдохнули от краеведческих изысканий и посмотрели всякие виды нашего полуострова. Редактор субтитров А.Семкин Полюбовались прекрасной Камчаткой? Значит, пора продолжать чтение. 13 декабря 1944 года Камчатская правда написала о юных рыбаках. Сейчас они учатся в школе, сидят за партами, день за днем оплодевают занятиями. Но совсем недавно, пишет газета, все они были на катерах и кунгасах, решали другую задачу, как поймать больше рыбы. Речь идет о школьниках новоалютерского комбината в Кореакии. Вместо того, чтобы грызть гранит науки, их заставляли работать наравне с взрослыми. Ну, естественно, большевистский режим, эксплуататорский режим. Чего еще ждать? Очень трудно, конечно, совместить все это. Ну, опять напомню, что полные тексты всех использованных материалов находятся на моем канале сервиса Яндекс.Дзен по ссылке в описании под роликом. 14 октября 1951 года главная газета «Полуострова» опубликовала подборку стихов молодых поэтов Камчатки. Я прочитаю короткое стихотворение «Мухина, наш город». Темнеет, спокойно уходит на отдых день, прожитый в мирном упорном труде. Одна за другой загораются звезды, свой блеск отражая в уснувшей воде. Над городом зарева ясного света. И песни уносит вдаль ветер тугой. Единым стремлением и верой согреты живем мы на благо страны дорогой. Все ближе огни коммунизма, все ярче, сильнее над миром восхода лучи. И в ритме созвучном, в порыве горячем, сердце советской Камчатки стучит. «Дома и сады вырастают у сопок, строителей мира мы, и нет нам числа. И в море далеком, и в небе высоком страсть наших побед оживляет дела». Примитивная, плохо зарифмованная риторика, свойственная советским графоманам. «Это точно». 15-й день октября, год 1991, газета «Вести» пишет, что из недельного путешествия по Аляске вернулись 124 камчатских жителя. Никто не утек. Председатель облсовета Петр Примьяк в резиденции губернатора города Джуна встретился, поговорил за жизнь и сфотографировался с Арнольдом Шварценеггером. «Он сделал все, что мог». «Вино и водка на октябрьские эталоны, похоже, нам не грозят. Представителю виноводочного завода удалось выбить на материке лишь немного вина. Директор базы объединения продтовары «Мой Акшен» в субботу вылетел в Ботове-Восток, дабы ускорить отправку сахара на Камчатку». И последнее, с чем мы сегодня познакомимся, это статья из газеты «Корякский коммунист», опубликованная 16 октября 1959 года. Автор статьи Новикова, в статье «Пойду, как я работаю на доярке» пишет про 18-летнюю Аллу Филимонову. Выросла она в национальном колхозе «Искра Петринского района». Здесь, в небольшом классе сельской школы, старейшая учительница Анна Васильевна Лукаш впервые открыла перед ней букварь и от буквы к букве повела ее по большой дороге знаний. Когда Алла закончила восемь классов, то твердо решила пойти работать. Хотелось принести колхозу как можно больше пользы, но куда пойти? Никакой специальности. А в это время, пишет газета, правление артелей подбирало желающих учиться в окружной сельскохозяйственной школе. В их число попала и Алла. Буду ветеринарным фельдшером, решила девушка. Но это не точно. На сегодня все. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится. С необходимой долей регулярности узнавать, что происходило на Камчатке в различные годы века минувшего. Пишите комментарии. Напоминаю, что один раз в месяц на моем канале я разыгрываю какую-нибудь мою книгу среди тех, кто оторвал от сердца и сделал так называемый донат, то есть пожертвование на номер карты, указанной в описании под роликом. А если вы здесь впервые, то для того, чтобы не пропускать новые ролики на канале, выполните по подсказке, которая сейчас появится в правом нижнем углу кадра, рекомендации. И будет вам хорошо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин